Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Как всегда, в начале каждого месяца я напоминаю всем, кто строго соблюдает лунный календарь, какие у нас в месяце будут запрещенные дни и какие благоприятные. Вот сегодня 30 марта, мы стоим на пороге апреля. Все знают, что апрель это этот месяц, когда нужно успеть посадить уже все, всем опоздавшим, всем, кто не посеял что-то в марте, в апреле, все-все-все нужно посеять, потому что в июне уже все должно быть в открытом грунте. У нас тут запрещенных периодов немного, вот 16 и 30 вы видите по календарю. Эти запрещенные дни независимо от региона. Я много раз говорила, что лучше всего вам пользоваться региональным лунным календарем, если вы хотите соблюдать сроки посевов по лунному календарю. Но запрещенные дни, новолуния и полнолуния, сохраняются одни и те же во всех лунных календарях. Что хочу отметить про апрель. Вот смотрите, табличка благоприятные посадочные дни. В апреле сложно будет кому-то придерживаться лунного календаря, потому что обычно в апреле у нас сеют все томаты, и скороспелые, и тот, кто вообще ничего не посеял. Но благоприятными для посева днями обозначены только самые последние дни месяца. 20, 21, 27, 28, 29. Это очень мало и очень поздно. Если ждать до 20 апреля, то возможно в некоторых районах, у кого короткое лето, вообще можете не дождаться зрелых, не вызреют наши томаты. Поэтому мне кажется, что 20, наверное, не стоит всем ждать. Ничего страшного, если вы посеете в начале апреля. Вот огурцы тоже. 2, 3, потом только 20, 21. А на рассаду, если кто-то хочет в теплицу на рассаду сеять, я про огурцы потом отдельно буду говорить, конечно, лучше бы до 20-го уже на рассаду высеять. Но тут же, хочу вас успокоить, тут же написано, вот смотрите, неблагоприятные дни. Это самое главное. Запрещенные дни апреля, 15, 16, 17 и 30. Так, сейчас я вам найду. И тут же написано, вот то же самое, что я вам сказала. Внимание, в таблице указано наиболее благоприятные для посева и посадки семян дни, но это совсем не значит, что в другие дни посадкой заниматься нельзя. Не следует ничего сажать, только в запрещенные дни. Вот то же самое, что я вам сказала. Там указано 20, 21, например, ну или в другом календаре вы посмотрите благоприятные дни. Но это не значит, что вы не можете посеять, например, томаты в начале месяца. Это не значит, что они у вас не вырастут или будут плохие. Там указаны наиболее благоприятные дни. Но в остальные дни, кроме запрещенных, люди все сеют, потому что вы понимаете, что если ждать нам до 20, 21 апреля, когда у нас взойдут эти томаты только к концу апреля, в июне их уже нужно высаживать, они еще будут с одним настоящим листиком. Это очень мало. Сильно не заморачивайтесь, не обращайте внимания на то, что благоприятных дней указано мало. Главное, старайтесь не заниматься с землей вот в эти запрещенные дни. И все. Остальные дни для работы все пригодны. Знаю по своему опыту, сею каждый день. Все всходит, все растет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И краткий-краткий обзор вот лунного календаря. Я все вам не рассказываю, я вам говорю только о запрещенных днях, потому что я сама только запрещенные дни, исключаю, в остальные дни все работаю. Но если кто-то сильно хочет строго придерживаться лунного календаря, то лучше всего ищите в интернете календарь свои региональные для ваших регионов и пользуйтесь им, потому что если вы возьмете другой какой-то лунный календарь, то даты у вас будут совсем-совсем другие. Все. Желаю всем хороших всходов. Меньше задумывайтесь о том, взойдет или не взойдет. Настроение хорошее. Идите, сейте. Спасибо.